Правый, действительно, народу на порядок больше, чем... Ну, наконец-то попали. Как-то в защите армейцы, мне кажется, немного расслабились. Мне кажется, они не разобрались со сменой. Так, а как можно оставлять одного Теодосича на трехочковой? Хорошо, что промазал. А до этого Йотом Гальперин отвлечился в составе Спартака. Контр-атака! Извыгодный. Тяжелый проход, такой силовой. В левую сторону. Да, да. Перехват Беверли. Три против двух. Обязаны забивать. Пол. 20-18. Передет ЦСКА. Началась вторая десятиминутка. Михашупан, еще один трехочковый! Что-то доказать. Ну, я думаю, наверняка, болельщики персонального. Вот он хорошо откроет. Ой-ой-ой! Да, и вот он Гальперин! Два очка с фолом через Лавриновича, у которого Роздова один. И сразу же Юрис Дождь готовит замену. Выпускать Каширова, потому что сейчас, когда Швед забивал, была ошибка большого, не было под Страховским. Не вышел, не вышел. Да, не вышел. В защите начали подстраховывать. Отличная спитка на Лиходея. Три очка! Плюс шесть Спартак и тайм-аут берет Казаловсков. У парня и длина рук, и прыжок тоже великолепный. Площадку очень хорошо видит при том. Сорок один, сорок один, перехват. Два в одного и Спартак. Два очка. Плюс. Анатолий сейчас действительно отборолся очень хорошо. Плюс шесть у ЦСКА по-прежнему. Лиходей. Вот она, трехочковая бомба. Плюс пять. Очень обидно, когда после такого мяча так спокойно... Еще один трехочковый. Гальперин. И всего два очка осталось. Лиходей и Гальперин делают свое дело. Плюс два у ЦСКА под Крашов. Затянутое нападение Антона под Крашова. Плюс. Браво, браво. Хороший перехват, хорошее завершение. Он, можно сказать, в падении бросал и забил тяжелые ноги. Плюс два у ЦСКА за 7.50. И какой пас хороший. Ровный счет. Шесть минут играть. Гальперин. Великолепная передача и два очка Анатолий. Вновь Гальперин на третьего наберли. Ой-ой-ой, какой сумасшедший бросок. Метров Лавриновича. Вновь Маврокиполидес далеко. Восьмерку крутят. Скидка. Пол на Равринович. Два штрафных будет пробивать. Отборник от Киев. Передатывается на чужую дворную площадку Спартак. 5.20 играет два мяча на Киеве. На перед проход Нирсон кроет вячки. Великолепная подкрутка. Мяча не поймают в кино. Тяжелый, видимо. Вяческий, поскольку я тоже вещь. Насколько я помню, вы тоже в карман вячек частенько прятали. Вот эти подкрутки были. Да, вот сложно рассчитать траекторию на такой скорости. Здесь самое главное сгруппироваться. Два очка заслуженные совершенно. 20, 14, 17. Спартак, плюс 7. Просок со средних. Химки вманжут все атаки буквально. Тяжело им сейчас. Нападение не идет. Тот темп, который они предложили своему сопернику. Ими же самим не выдерживаются. Простые комбинации, как раскладывается. Отлично сейчас. Сейчас они в таймановых. Траектория самого прыжка. По нисходящему падал. Какая расчетливость должна быть. Четко отработал мастерские этот момент в нападении. Уже просто столько траектории, которая практически не открывается. Да может, но может. Крым сдал лутя в углу и все равно опасно. Лиханей зарабатывает подбор. Гальперин уже на чужой половине площадки. Дриблинг. Вяльцин прилип к нему. И опять двойка. А вот отличная игра Тимофея Мозговой. На сей раз бросок накрывает. А вот добавочку. Прази. Галли. Еще разок повтор этого момента. Блок шок чистейшей воды. Ну а затем уже в мгновение не получил преимущества. Метю отобрали. Ушел балл. Отбор вдвоем. Переход. Траваная. Крис Квинн будет бросать. И все. И все подбор. Резон в разы. Без литарев. И спиной Крымцов. Крисовый пост. Передача. Болгой переход. Искрызовый не получилось. А вот теперь Сергей Агоненко отберет. Как грамотно. Запрятал мяч. Сначала вроде как показал. Как пряник. Купадил перед носом. Затем вытащил на бросок. Ядром. Смотрите у вас. Раз вверх. Затем убрал от защитника. Тащил всю игру. В первой половине он нос команды. Не хватало, наверное. Ну, что ли, основного забивало. И Маврак Киполинис набросал 8 очков. Ну и Кальперин сам 9. Маврак Киполинис. Один в один против Сергея. Подстраковываете. Могей Мозгов. Кому скинуть на Каширова? Каширов в панике. Кальперина зря одного оставили. Очень зря. Но вот эта вилка, которую разыграли спартаковцы. Хорошо. А слева стоял, слева стоял вон от свободной Беверли. Я думаю. Ну, а чем больше не лезет. Так палить. Криходей в отдачу сыграл. Хорошая ступка. А Драгичев еще в Вяльцеву не дотянулся. Должен был кто-то из больших подстраковывать. Наверное, Серега Моня спуститься. Криходей полет на дриблинге. Восток. Но и до конца. Резкий чересчур пас. Но не отдает так Диме никто из маленьких. Виноват, потому что всегда дающие. Гальперин из-за трехочковой дуги. Может быть, и хотел бы Блад, чтобы у него был такого класса игрок. Здорово. Просто здорово в обороне. Гальперин этим славится. Ее там не то, что перехватил мяч. Он сделал это на ходу. И Максим Углитов. Кейру. И Жупан. Я Жупана два раза назвал. Вот он забил. Миха Жупан забил треху. У него хорошо поставленный бросок. Кстати, номер Шабалкин. Он левша. И он удобно разворачивался под свою бросковую руку. Гальперин. Ох, какая передача прошла. Я просто отмечаю, как Чаумерс. Точно знал, что будет делать, когда начинал это движение. И все поверили, что он с мячом до самого кольца пойдет. А он отдал мяч с Вавсой Беверли. Гальперин. Спокойно, с поднятой головой. Я говорю, мне нравится этот игрок. Уверенность. И обратно. Я хочу отметить, Гальперин забил. Но вот Драгичевич отдал достаточно. Каширов показал две руки. Беверли не отдал. Теперь Гальперин. И Каширов бьет со средней. И забивает. Здесь Зазулин с Беверли на двоих обокрали. Траоре. Ну, а тут есть хорошая передача. И Беверли бьет комбо-гард с хорошим броском. И очень азартный, знаете, такой неуступчивый боец по характеру. Был фолк. Гальперин отдает Мавру Кефаридису. Лукас бьет. Это его точка. Вот поверьте. Далековато. Ну, далековато. Зато как получилось быстро. Гальперин с Мавру вернулся на площадку. Вот он с мячом. Против него Быков. Гальперин бьет. Опять Зазулин. Шеликет ему мешает. Мяч Беверли получил. Против него Падиус. Затягивать атаку. Абсолютно преждевременно. Гальперин под ноги посмотрел.